Меня зовут Николай Пак. Это история о том, как телевизионщики пытаются выйти на YouTube. Сегодняшний выпуск я хотел бы посвятить моему недавнему выступлению на питчинге. Всем привет, меня зовут Николай Пак, я телевизионный продюсер. Я снял кучу сериалов, участвовал в написании комедии про свадьбы. В общем, все делал, все то, что вы ненавидите. Я выступил перед сообществом видеомейкеров, сценаристов, режиссеров. Сразу хочу оговориться, то, о чем я сейчас буду говорить, это не касается арт-хаусного кино или авторского кино, это касается только таких массовых фильмов, жанрового кино или сериалов. И теперь хочу также записать свое видеообращение после дамы этого выступления. Суть моего выступления в чем? Значит, если вы смотрели фильм «Человек, который изменил все», гениального сценариста Аарона Соркина, то там герой Брэда Питера говорит одну фразу, которую я хочу перефразировать. Проблема в том, что есть, условно говоря, мировое кино, есть Россия, потом 50 метров говна, потом мы. Я мерил, я нырял. И почему так происходит? На самом деле в этом слое говна мы все, я имею в виду в Казахстане, хоть опытные люди, хоть неопытные, хоть начинающие и так далее, мы все относимся к этому слою. Потому что внутри мы можем друг перед другом распускать хвосты. я сделал столько сериалов, я снял столько кино, я там заслуженный такой-то, такой-то и такой-то. На самом деле мы все внутри вот этого слоя говна. Мне кажется, что очень важно об этом помнить. Почему так происходит? Основной вопрос в том, что качество того, что мы снимаем, не соответствует качеству того, что мы смотрим. Да, и вот это основная проблема. Мы очень медленно развиваемся. Пока мир движется вперед, мы не то, что там медленно догоняем их, мы вообще стоим на месте. То есть все начинающие ребята, они там изучают годами структуру, годами читают книжки, люди годами ждут, когда им позволят снимать какой-то фильм там и так далее, когда они победят в каком-то питчинге, сценаристов и так далее. Все говорят о том, что нужно брать камеру и снимать. Я тоже согласен с этим, что нужно просто брать и снимать. Но мы тратим время на то, что мы ищем людей, которые наше же обучение практическое оплатят. Но пока мы ждем, весь мир учится и весь мир снимает. И поэтому мне кажется, что один из выходов – это начать снимать. Если вы захотите что-то снимать, вы скажете, полный метр, и вам скажут, ну вот смотрите, для того, чтобы окупился полный метр, нужно снимать в определенном формате, комедию и так далее. Сериал. Сериал вы должны снимать для каждого телека в своем направлении, с определенными идеологиями, для определенной аудитории и так далее. За всеми этими ограничениями стоит затруднение сделать интересный контент. И мне кажется, что веб-сериалы – это та тема, которым сейчас увлечены все. В Украине, в России уже большие продакшн-студии подключаются к этому. Стриминговые платформы говорят о том, что они готовы брать такой контент. Веб-сериалы – это тот формат, это наш шанс. Наш шанс сделать что-то интересное. Поэтому я предлагаю сделать веб-сериал. Года назад я снял два пилота веб-сериала, посмотрел, смонтировал, понял, что это полное говно. После этого два года я не делал этого, снимал только для телека. Но мне кажется, что если два года я в коллаборации с остальными людьми, которые горят, сделал бы что-то еще, я не говорю, чтобы мы сняли какой-то очень крутой веб-сериал. Я думаю, что мы просто бы очень многому научились. Я искал причины, и причину нашел только в одном. Потому что так же, как в телеке, я попытался сделать только так, как хочу я. Я один. А мне кажется, такие вещи делают энтузиасты, такие инновационные вещи. Это нужно делать сообща. Ну, что нужно? Нужны люди, энтузиасты. И поэтому я предлагаю сделать сериал, веб-сериал, который изначально у него не будет цели заработать. Потому что, чтобы изначально никто не мог на него влиять, на его сюжет, на какие-то рекламные интеграции и так далее. Изначально попробовать сделать интересную историю и посмотреть, как на нее реагируют люди. Даже если у нас не получится написать интересную историю, мы все равно попытаемся, и мы этому будем учиться. Даже если мы снимем, и потом он не понравится людям, все равно в процессе этому мы научимся гораздо быстрее, чем сидим по домам, рассуждая в ракете или в барах, рассуждая о кино, рассуждая о новинках и так далее. То есть в процессе этого мы можем чему-то научиться. И мы можем хоть как-то, я не знаю, попробовать сделать так, чтобы вот в этом регионе люди снимали интересные истории. Я хочу уточнить, конечно, что речь идет только о каком-то таком жанровом кино или жанровых сериалах. Но речь идет не об авторском кино и арт-хаусе. Я думаю, в принципе, в этом плане у нас, в принципе, все более-менее нормально. Что есть? Есть только LogLine. Это осознанное решение для того, чтобы это не был проект таким очень моим. Чтобы это был общий, который можно поменять. Есть административная команда, есть техника, есть транспорт. Но мы имеем в виду, что это для моего представления, как снимать веб-сериалы. То есть это не какие-то грандиозные возможности, но снимать можно. Как флаг у меня есть LogLine, который я специально не развивал, чтобы эта история не была слишком моей, чтобы я опять не доминировал здесь и не пытался там как в телевизионных сериалах. То есть там важно, чтобы у продюсера было видение. А здесь я хотел бы, чтобы мы могли над этим поработать, что-то улучшить. LogLine. Значит, спустя 20 лет нахождения коми приходит в себя Тимур Кожимов. Его тело 40, но в голове он 15-летний пацан с района. Все, вот такой LogLine. Я обратился на этом питчинге к ребятам и трое откликнулись. Один известный продюсер Аскар Узабаев, он сказал, что за такой проект. В этом году если у меня ничего не срастется, то я за. Супер, спасибо. Вот еще там девчонки подключились. И теперь я делал видеообращение в своем блоге всем тем, кто интересуется и кто хочет учиться чему-то. Если человек чувствует себя гением, напиши сценарий, отправь его сразу куда-нибудь в крутое место. Не знаю, куда-нибудь ЦК, не знаю, какие там еще есть какие-то студии. Если он гениальный, тебе сразу скажут, что ты гений. А все остальные все должны учиться и трудиться. Если вы хотите участвовать в этом проекте, пишите мне в комментарии либо пишите в личку. Мы будем собирать рабочую группу и посмотрим, что из этого получится. Единственное, что я хотел всех предупредить, что я бы хотел, чтобы весь процесс, тоже как мы создаем этот сериал, мы собираемся снимать. То есть снимать, выкладывать в этом блоге серийный продюсер. В конце концов, давайте что-нибудь сделаем. У меня было три варианта, и я выбрал этот. Это точно никак не принесет деньги. Это важно. Потому что если мы завтра будем делать с вами весь этот проект, и все будут на волонтерских началах, а потом завтра оказывается, я на этом заработаю деньги, например, сразу мы со всеми расстоимся, это не цель. А надо сразу заявить такой проект, который точно все понимают, не заработает. Все это делается только для того, чтобы мы сами все прогрессировали и друг на друга влияли. Потому что у нас немножко есть такая снобистская, какая внутри. у нас вот мы под этим 50 метрами у нас куча снобов, кроме этого. Я знаю то, я знаю все, но мы все под этим 50 метрами, понимаете? Ну как бы, разницы нет никакой между нами. Ну это, извините за эмоциональность. Спасибо. Все, спасибо. Это видеоблог серийный продюсер. На этом все. Подписывайтесь, если вам это нужно. Пока. 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 Пока.